Здравствуйте, уважаемые телезрители! А что, если женщина сталкивается с издевательствами со стороны мужа или партнера в собственном доме? К сожалению, для многих женщин в Казахстане домашнее насилие нередко превращает стены родного дома в небезопасное место. Домашнее насилие. Главное не молчать. Именно об этом в сегодняшнем эфире есть что сказать. Мы будем говорить подробнее со специально приглашенными гостями, спикерами сегодняшнего эфира. Это директор кризисного центра «Рай для жертв бытового насилия» Бекманова Райхан Абдулаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. А также старший инспектор группы по защите женщин от насилия Департамента полиции Мангисталской области, майор полиции Тургамбаева Аксауле Улукпановна. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень рада вас видеть. К сожалению, сегодня мы будем поднимать на сегодняшний день одну из актуальных проблем в нашей области, в Казахстане в том числе, также в связи с последними ситуациями в нашей стране. И сначала бы хотела поговорить о статистике по домашнему насилию. Аксауле Улукпановна, что вы скажете по этому поводу? По итогам 10 месяцев 2023 года на территории Мангисталовской области наблюдается снижение преступлений в совершенных сфере семейно-бытовых отношений на 7,8% от 19 фактов. В прошлом году было 19 фактов, в этом вот 18 фактов. А на пульт 102 с начала года поступило 899 сообщений в сфере семейно-бытовых отношений. Из них 594 было заполнено административный протокол, а 305 списано в номенклатурное дело. Райхан Абдуллаевна, что вы скажете, как руководитель кризисного центра РАЙ, вот по статистике, каждый год число жертв от бытового насилия увеличивается, либо же наоборот уменьшается в нашей Мангисталовской области? Такой неоднозначный вопрос, потому что это всегда динамика, и вот это бытовое насилие, оно варвируется. Например, если мы будем просто сравнивать во время ковида, когда это было, это были телефонные обращения, очень много телефонных обращений, а вот именно в этом году, то есть они уже, как бы сами уже приходят к кризисному центру, находят эту информацию, и я бы сказала бы на этот вопрос, что да, увеличивается. Наверное, в связи с тем, что информация уже доступна, есть то, что есть кризисные центры, есть управление полицией, женщина уже самостоятельно обращается в такие организации. Ну, все же, почему вот в семьях возникает домашнее насилие? Райхан Абдулая, но вы сегодня не как директор кризисного центра РАИ, вы еще и являетесь по специальности психологом. Вот что вы скажете, почему все-таки возникает домашнее насилие в семье? Оно же обычно не сразу возникает, с каким-то временем, какой-то период проходит, и супруги начинают недопонимать друг друга. Очень такой хороший вопрос, потому что всегда, когда нам обращается женщина, у нас стоит вопрос, почему? Откуда это возникло? И это не дело ни одного дня, он как нарыв, зреет, зреет, а потом взрывается, ну, как бы лопается, и все выходит наружу. Когда уже, как бы сказать, ситуация безысходности, ситуация молчания, страха и так далее, переходят границы, и женщина обращается. Сейчас, на данном этапе, вообще по бытовому насилию, к нам больше всего обращаются женщины, потому что они являются, больше подвергаются насилию. И дети, и женщины. И вопрос, почему это возникает у нас, как у психологов, как у юристов, как и у других специалистов кризис-центра, стоит очень много причин, которые охватывают многие сферы. Сами мы с вами представим, что такое семья. Это отношения между мужем и семьей, а, и женой. Правильно? И как они создавались, во-первых. Какая ситуация благоприятная, неблагоприятная, психологический климат, ихняя самая готовность к этому созданию. Имеется много причин токсичных отношений, когда создается семья. И уже на паре их этого создания можно выявить в дальнейшем, как это будет отражаться впоследствии. Поэтому я сейчас не буду приводить все эти, там, например, пока что выявлено 14 признаков токсичности семейных отношений. И если это все на это рассматривать, то мы уже знаем прогноз, что в этой семье обязательно будет присутствовать бытовое насилие, домашнее насилие. Поэтому на парах создания семьи уже можно говорить о том, что прогнозировать причины могут быть различные. Это могут быть и вмешательства третьих лиц. Третьи лица это у нас ата, и не, это члены семьи и так далее. И это могут просто быть посторонние люди также, которые приводят к домашнему тиранству. Это могут быть экономические проблемы, материальные ценности, моральные ценности и другие причины, которые могут стать щелчком или нарывом для проявления. Ну, многие женщины, я думаю, закрывают глаза на бытовое насилие, умалчивают тайну в надежде, что муж не хочет ради детей расторгать брак и в надежде, что муж изменится. Есть ли вот такие вот ситуации, с которыми вы лично сталкивались, я имею в виду вот те женщины, которых вы видели, когда вот тиран менялся в лучшую сторону? Ну, или всё же это повторяется? Я имею в виду, что не надо молчать, надо поднимать эту ситуацию. И как бы здесь пословица «сора из избы» не выводи, не имеет никакого значения. Аида, вы сейчас задали мне два вопроса. В одном это как бы два значения. Есть ли это случай тогда, когда тиран может измениться? И второе, не должна ли она молчать или молчать? Ну, молчит-то она в надежде, что муж её изменится. Да, вот вы сами-то и ответили, что мы все люди. Мы видим, например, у нас у всех есть семьи, есть отношения с родственниками и так далее. Это же не только бытовое насилие возникает между мужем и женой, это может быть и среди членов семьи. И вот здесь вот такой вот возникает вопрос, когда любой жертва бытового насилия, она видит эти условия, когда создаются. И уже смотря на это, у неё возникают вот такие вот шансы на продление этого семейного очага. Это могут быть дети, это могут быть материальные ресурсы, жильё, страх перед будущим, изменить свою жизнь. Это может быть созависимые отношения, то есть психологические зависимости друг от друга. Когда они друг друга не отпускают, то есть токсичность. Токсичность это не только то, что вот он её избивает и так далее. Это может быть даже чересчур заботливость или гиперопекунство, когда через такие действия он навязывает свой контроль и власть. Или насилие, будем говорить. Вот такие вот шансы, такие условия женщину останавливает. Она надеется, что всё будет хорошо, что с появлением, например, детей, с появлением там жилья или ещё что-нибудь, с карьерой мужа, всё у меня наладится, всё будет хорошо. И она просто держит время, даёт этому циклу развиваться дальше. А насилие, оно как цикл, оно повторяется. И с каждым разом её оборот всё больше ужесточается. И вот здесь вот молчать ей или не молчать, это уже от информированности и, как бы сказать, эмоционального, морального состояния женщины зависит. Насколько её хватит. Да, насколько вот она действительно её хватит и насколько она проинформирована. Я могу ли так терпеть дальше? Вообще это так должно быть или нет? Вот это такие образы семьи. Да. Выделяют несколько форм домашнего насилия. То есть это не физическое насилие, да? Есть ещё и другие формы. Какие это? Вот расскажите об этом. Если мы различаем четыре основных вида насилия. Экономическое, сексуальное, психологическое и физическое. А также к нему добавляются и другие виды насилия. Это репродуктивное насилие, это бумажное насилие, газлайтинг. И это принудительный контроль. Вот это вот также выявили как виды насилия. Буллинг. Буллинг. Аксулея Улакпановна, я бы хотела спросить вообще о ситуации на сегодняшний день. Вот как много звонков поступает на пульт в департамент полиции. И вообще, что вы скажете о том, что многие женщины не доверяют правоохранительным органам в той ситуации, когда они хотят обращаться за защитой, получается, правоохранительных органов, что за ними стоит закон, но всё же они боятся. Вот что вы скажете по этому поводу? Как я ранее говорила, за 10 месяцев у нас 899 звонков поступило. А в течение недели у нас было оформлено 32 административных протокола в сфере семейно-бытовых отношений. Женщины не доверяют, боятся какой-то страх, наверное, да, что общественность узнает об этом? Первым источником это то, что все узнают вокруг, что у неё в доме происходит бытовое насилие. Это наш уят, как это говорят, из избы ссоры выносить и так далее. И потом, как вы тоже до этого сказали, если бьёт, то любит. Но сейчас этот миф развеялся. Бьёт, значит, бьёт и скоро убьёт. Вот так. И женщины в основном, почему не сразу идут в полицию или заявляют и так далее, да? Они, когда в нашей практике встречались такие ситуации, когда женщина беспокоилась о карьере мужа, что на его карьере это отразится. Потом боялась от того, что завтра ещё больше он будет над ней издеваться, тиранить и так далее. И понятие само, ты на меня настучала. Вот эти вот такие вот простонародия, которые вот такие вот мифы, ну, сказать, уже это не мифы, а которые случаются случаи, они действительно приводят к тому, что женщина боится идти к полиции и заявлять об этом. Райхана Абдуллаевна, мы с вами как-то недавно встречались в этой же студии, мы говорили с вами о законе. Вот на сегодняшний день сколько насильнику предусмотрено на законодательном уровне, Аксауле Олакпановна? За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, если совершаются впервые, то предупреждение сначала или одесса на пять суток. А на умышленное причинение легкого вреда здоровью, это статья 73, часть 1, кодекс об административных правонарушениях, то влечет арест до 15 суток, при повторном до 20 суток ареста. А за побои арест на 10 суток, за повторное совершение на 20 суток. А также, если по заявлению пострадавшей выносится защитное предписание. Защитное предписание это установление гражданину, совершившее домашнее насилие, временный запрет на определенные действия, посещать, преследовать, вести устные телефонные переговоры. Защитное предписание выносится на срок 30 дней. И раз в неделю, 7 дней, должно отмечаться у своего участкового инспектора полиции. С ним ведутся профилактические беседы, а при нарушении защитного предписания судом устанавливаются особые требования сроком на 3 месяца. Райхана Булайна, что вы скажете по поводу сроков для задержания насильника? Ну, я вообще хочу сказать по поводу закона, то, что он несовершенен, то, что в него будут вноситься дополнения, изменения, это потому что само требует жизнь и практика, с чем мы и сталкиваемся. И вот когда происходит хорошо, первичное его было такое нарушение, да, он избил, и в этот момент он опять-таки возвращается через 3 часа, 2 часа задержания домой, это не приводит к хорошим последствиям. Поэтому вот здесь бы я бы, с моей точки зрения, как специалист, и как работающий в этой сфере, надо изолировать сразу же с этого момента жертву от насильника. Потому что в порыве гнева, злости и то, что его жена подала заявление на него, он еще больше приносит вред не только ей, но и детям также. Дети сами тоже также являются пострадавшимися очевидцами. Поэтому вот в этом моменте за первое нарушение, то, что просто как предупреждение, я считаю это очень так лояльная мера наказания. С самого момента нужно это изолировать. Ну, сейчас в социальных сетях активно, особенно в Инстаграме я заметила, активно идет среди блокеров, что нужно подписывать петицию. Особенно после случая, вот последнего случая, к сожалению, после гибели бывшей супруги, экс-министра экономики. Я не могу не поднять эту тему, потому что это ужасно. Это ужасно, потому что общество это видело, общество это слышало. В социальных сетях говорится, что подруги тоже об этом как бы знали, но никто ничего не предпринимал. И бывший супруг до смерти забил свою супругу в своем же ресторане. Что вы скажете? Это психологически какой-то больной человек? Первым делом нужно смотреть действительно его психологическое здоровье. Нормальный здоровый человек с здоровой психикой так не будет делать. Во-первых, доведение до убийства. И второе причина, это, наверное, его психологические зависимости, аддикции. Я не знаю, какая у него там аддикция, потому что они тоже очень много, их видов. Но дело в том, что у человека, убийцы, скажем, произошло вот такой случай. Это уже говорит о том, что у него идут нездоровые нарушения психики. И отношения, я до этого когда говорила, их семейные отношения, причинами которыми явилось вот это доведение до убийства. С самого начала смотреть, как это происходило, почему это произошло, и причины действительно, почему вот она, так сказать, вот была такая дозволенность, что родственники молчали. Это же не первый случай был. Значит, до этого были попытки ее принудить, оскорблять, давить и так далее, держать под контролем, манипулировать. Но вот это все исходит как из отношений между ними, психологические отношения между ними. Ну, вначале все очень красиво начиналось. Это красивое ухаживание, это пристальное внимание. Возможно, он это показывал как заботу, или многие девушки воспринимают это как заботу, или такая приятная ревность. Вначале все так красиво, но в один момент человек запрещает общаться с друзьями, закрывает все социальные сети, запрещает встречаться, видеться со своими родственниками, даже родителями. Это уже первые звоночки? Это уже токсичные отношения. Я вот до этого опять повторяюсь. Это одно из видов насилия. Все начинается, как сказать, с таких вот, как будто бы приятных моментов. Вот, забота, чересчур заботливость. Потом это, от чересчур заботливости возникает принудительный контроль. Ты где? Покажи, отправь мне фото, ты с кем, я о тебе переживаю. Вот, как будто бы забота, но на самом деле это ведущий к цели, к чего? К контролю. И один из видов насилия, это и есть принудительный контроль. Потом, вот как часто встречается в наших сетях газлайте, когда жертва чувствует, что она чувствует и ощущает, что она чуть-чуть сумасшедшая, так как это идет навязывание со стороны супруга или сожителя. Что это все дело в ней, и она не такая. Вот, вот, вот. Это перевернутое понятие дает им. Вот, ты дура, ты там деспособная, ты сумасшедшая и так далее. Я сделаю так, что ты психопатка. И постепенно это все виды из видов насилия. Потому что на самом деле проблемы в тебе, а не во мне. Да, да. И в то же время, Аида, я вот просто, наверное, не могу это не сказать. Знаете, я насчет этого, как бы сказать, отношения между мужчиной и женщиной в семье, как это происходит, почему. Здесь нужно отметить, что нельзя судить и делать виноватым только одного из супругов. Насилие всегда возникает, когда вот двое в этом замешаны. И женщина может быть провокатором и первым, как бы, начинающим, зачинщиком. Вот так вот. Поэтому вот здесь вот, когда мы исследуем, анализируем, спрашиваем у мужского населения, а как вы, что вы можете сказать, почему происходит насилие в семье, тогда мужчины ответили нам, то, что женщина порой не может сдерживать свои эмоции и лезет на рожон, когда в тот момент, когда муж хочет что-то высказать и так далее, она, наоборот, провоцирует на этот конфликт. Нет, чтобы в этот момент отойти или уйти, то есть обезопасить себя. Вот здесь вот поэтому смотреть, кто и как это произошло, это надо все, как бы, сказать, расследовать, узнавать. В каждом, как бы, говорится, в каждом конфликте есть свои какие-то особенности, да? Да, это верно. Райхан Абдулаевна, вы являетесь, еще раз повторюсь, директором кризисного центра РАИ для жертв бытового насилия. Расскажите об основной деятельности кризисного центра для женщин бытового насилия. С какой целью и когда он был открыт? В этом году нам будет уже 10 лет, и сам по себе оно сразу не появилось, не создалось как кризисный центр с приютом. Это было вначале как консультационный кабинет, а потом мы уже поняли, что это не решение проблемы нашей деятельности, так как нам нужно приют, безопасное место, которое могли бы обеспечить женщине, которая к нам обратилась, с детьми. Так как я, как вначале говорила, ее нужно сразу, немедленно, в этот момент изолировать. Это не говорится о том, что вот там он ее наорал, и сразу надо изолировать. Нет, когда по факту произошло насилие, в этот момент нужно не смотреть, то, что он первично, это нарушение противоправное против женщины, или вторично, изолировать от насильника и жертвы отдельно, потому что никакой реабилитации и никакого исхода хорошего не будет. И вот здесь вот у нас, как бы, перед нами стояла задача открыть кризисный центр с приютом, именно обеспечивая их койко-место, как безопасное место, которое мы могли бы, проходя эту реабилитацию, в течение шести месяцев, где они могли бы получить, как бы, всесторонне и правовую помощь, и психологическую, социальную, так как в основном женщина приходит с букетом проблем. Так как она являлась все это время жертвой, у нее, например, по пособию, по обеспечению, вот это вот не проработано, или на себя берет насильник все вот эти вот экономические ресурсы только на себя, и ее не выпускает, она вообще антисоциальная, не работает, у нее нет образования, никакого диплома, даже документов. Вот такие вот различные проблемы, задачи, которые мог бы в центре все это решиться и реабилитировать ее. То есть социализация женщины. А как много женщин знают о вашем центре? Вот как часто вообще посещаемость, сколько женщин обратилось к вам? Я на это вопрос не знаю, как ответить. Наверное, за столько лет могу просто вот как бы сравнить того, что каждую субботу и воскресенье обязательно у меня звонки на телефон, и обращаются женщины. Это или один, но самое больше два, два звонка. Несмотря ни на праздничные дни, это ночь или утро, они звонят и просят о помощи. Я уже из этого индикатора делаю вывод, что женщины, значит, знают. Это уже по нашей области проинформированы, так как наш телефон и данные через республику, через центр Астаны уже зарегистрированы и подается по всем соцсетям на сайтах. А какая вообще работа ведется кризисным центрам в профилактике бытового насилия? Большая. Глубинная, я хочу сказать так, потому что у нас работают специалисты по всем направлениям. И это не только заканчивается там консультациями, это и действительно практические действия. То есть и трудоустройство, и поиск вакансий, и обустройство детей в детские сады. Помимо консультации, я не говорю об этом, это и трудотерапия с ними, так как её, она погружена в эту проблему, это извлечение её из этой проблемы через труд, через арт-терапию, через социализацию. И она этим самым проходит вот эту вот программу реабилитации. Я думаю, что это огромная работа, так как это идёт и на индивидуальном уровне, и также в групповом формате. А какие предложения и рекомендации вы можете дать в профилактике бытового насилия среди населения? Информирование. Это профилактика номер один. Побольше информирования, создание таких мероприятий, компаний, акций, чтобы оно было не в одном месте, а прям по всей области, так как у нас районы не заимствованы. Таких консультационных кабинетов нет. Хотя мы об этом давно уже говорим и трезвоним, что женщина в любой момент могла доступность, ей было доступно пойти, чтобы ей там оказали поддержку, консультацию дали, а потом уже, если действительно тяжёлый случай, направлять в кризисный центр. Таких вот кабинетов нужно во всех районах, потому что из-за того, что у них они экономически ограничены, у них нет ресурсов и так далее, она ещё под страхом выйти из дома и так далее. Ну, там различные причины, чтобы у неё была возможность так быстро дойти, и ей оказали оперативную мобильную помощь. Спасибо большое, Райхан Абдуллаевна. Здесь мы прервёмся на несколько минут, потому что мои коллеги специально подготовили сюжет на сегодняшнюю тему. Давайте посмотрим вместе. Кризисный центр в Актау собрал женщин с непростой судьбой. Все они подверглись насилию со стороны своих мужей и изгнаны из домов родителей. Наша героиня, попросившая не называть её имени, стала постоянным жителем центра. Поженились они с супругом по любви, а потом начались беспричинные избиения. Сейчас она официально разведена, однако это не останавливает бывшего супруга от поисков жены и попыток избиения матери шестерых детей. Избивал на улице, на машине увозил степь и там избивал. После уже избитую привозил домой. У нас в доме есть пожилые и взрослые. Дома он не мог проявлять насилие, поэтому отвозил степь. Иногда бил дома, когда никого не было. Даже после того, как нас официально развели, он беспокоил меня. Я тогда написала на него жалобу. Сейчас тоже не оставляет в покое. Раньше ходила с синяками на лице. Болели руки, ноги, поясница. Иногда я не могла даже ходить. В кризисном центре сейчас находятся три женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Учреждение стало временным пристанищем, где они могут спрятаться после того, как их жизнь оказалась под угрозой. Здесь женщины живут 6 месяцев, пока их социальные проблемы решаются. В центре пострадавшим оказывают психологическую, социальную и даже правовую помощь. При необходимости специалисты участвуют в судебных заседаниях, защищая интересы своих подопечных. Все дома живут, никто на работу не ходил. Но очень много было телефонных звонков, обращений. Очень много было. Как я буду жить? Он вот так нас избивает. Не хватает. Это в основном такие были проблемы. Телефонных обращений очень много было. Мы не закрывались тогда. Это был 21-21 год. Вот это 20-21 год. В 22-м году, к сожалению, наш центр не смог принимать. Кое-кое место мы не могли дать, но к нам обращение было 53. С начала года в отдел полиции обратились 899 жительниц области, подвергшихся насилию в семьях. По 594 фактам составлен административный протокол. 2418 лицам предъявлены защитные предписания. В отношении 236 лиц решением суда установлены особые требования к поведению. На прошлой неделе экс-министр был арестован по подозрению в избиении до смерти своей жены. Это событие вызвало резонанс в обществе, и граждане страны собирают подписи за ужесточение наказания за домашнее насилие. Президент страны также не остался равнодушным. «Бороться с такими проблемами необходимо всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного непринятия любых нарушений закона, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей», – заявил глава государства. Асель Канширова, Надежан Спандияр, Дидар. Спасибо большое моим коллегам за предоставленный сюжет на тему домашнего насилия. Райхан Абдулаевна, вы сами принимали участие в данном сюжете моих коллег. Как вы прокомментируете данную ситуацию о героине, в которой рассказывалась история ее, вывозил в степь? – При родителях не бил, вывозил в степь? – Я хочу сказать так. За 10 лет работы истории бывают разные. И вот такие истории, которые женщина делится, говорит и находится в этой ситуации, это говорит о том, что еще не до конца проработана проблема. Это мое личное мнение. Когда мужчина, я же до этого говорила, что насилие возникает не от одного человека. И если мы принимаем женщин, если мы оказываем поддержку, помощь и так далее, с мужчинами надо так же работать. Так же работать. Это, мне кажется, одно из самых главных профилактик и предупреждений бытового насилия. У мужчин много проблем. Они тоже много сталкиваются с экономическими, с карьерными, с какими еще эмоциональными сферами, трудностями в своей жизни. И женщине есть куда пойти, что сказать, на то посмотреть. Там матери, сестре, подруге, на крайний случай. А мужчина, он копит внутри, копит, копит, а потом взрывается. Я считаю, что как руководитель кризис-центра, если мы оказываем хорошую реабилитацию для женщины, где она проходит ее, да, она действительно, хорошие результаты есть. И с женщиной происходит отличное изменение. И по хозяйству, и эмоционально, и психологически, и физически, и самозанятость появляется. Она по-другому смотрит на свою жизнь, на своих детей и так далее. Так давайте же тогда работать и с насильниками. Не хочу это слово повторять. Говорит, что мужчина также нуждается в такой же помощи. И вот в закон, когда будет внесено, законодательно подчеркнуто, что мужчина по мере наказания просидит три часа в отделении или подписывает соглашение о прохождении реабилитации, программы реабилитации. Я считаю, это будет самым хорошим мерой для него, для того, чтобы соединить и воссоединить эту семью, чтобы в дальнейшем, вот как вы сказали, не проявлялись рецидивы. Вот здесь, в этом случае, будут рецидивы, пока мужчина не пройдет эту программу. Или его жестко будут наказывать за повторение насилия над своей женщиной, над своей семьей, которые на данный момент развелись. Он сейчас как муж, или как это, не имеет права даже к ним приходить. Но это совершает. Вопрос, почему? Вот здесь вот прохождение программы реабилитации. Так как он даже вот подсознательно, сознательно, психологически не понимает то, что вот это вот не делается. Это последствия, как бы он сам себе ставит, как бы сказать, преграды и ограничения, и ужесточение мер, не понимая этого. И введение именно после таких вот защитных предписаний, которые ставятся со стороны законодательства, чтобы он это понимал, само слово, защитное предписание, что и как, профилактические беседы с ним. Это профилактические беседы, я понимаю, это все равно, что психологические беседы, психологические консультации, которые он должен проходить эту программу. Вот вообще, Райхан Абдуллаевна, как к вам попадают женщины? То есть они находят номер телефона вашего центра, звонят вам, просят о помощи, вы говорите, куда им приезжать. Вот так вот это все проходит. Они звонят на телефон доверия, говорят свою ситуацию. И мы, ну, конечно, кто вот на телефоне доверия, выслушивая уже начало истории и так далее, ознакомливается с потерпевшей, а потом уже видит безысходность ситуации и говорит адрес, когда женщина может подъехать. Прямо это в любое время суток может произойти. Но если ситуация терпит отлагательств, например, до завтра или до понедельника, вот так вот, тогда женщина сама говорит, я могу, например, обратиться или прийти в кризисный центр чуть позже, там, например, через два дня и так далее. Это ее право. Поэтому вот здесь вот такое вот разные моменты бывают. И либо она действительно в кризисной, в трудной ситуации, там, на улице осталась или убежала, тогда мы сразу даем вот свои координаты, и она приезжает. А после этого, как долго она находится у вас в кризисном центре? Шесть месяцев. Она может у нас пройти эту программу реабилитации, находиться в кризисном центре. Ну, это смотря от начала года, шесть месяцев. А если она попадает, например, с июня или с сентября, идет отчет с этого времени. Но, однако, это не говорит о том, что все, вот она, например, прожила два месяца, и уже ей нужно уходить. А мы видим, что она недостаточно получила эту программу, недостаточно решились ее проблемы и так далее. Мы просим продолжения. Продолжение, то есть патронажное, это уже сопровождение. В это время дети чем заняты в кризисном центре? Да, очень такой большой вопрос. По этому поводу мы просили тоже, чтобы наши функциональные обязанности внесли такие вакансии, как детский психолог. Потому что первым делом страдают дети. Они очевидцы и свидетели, жертвы насилия, как и взрослые также. Здесь женщина-мужчина выплескивает свои эмоции и так далее, а дети нет. Они все внутрь себя проглатывают. И у кого-то в агрессивной форме, у кого-то в закрытой форме. Это все травмы, психические детские травмы остаются у них навсегда. И поэтому здесь у нас в основном везется, как бы сказать, нашим пока что прописанными функциональные обязанности, это оказание педагогической воспитательной деятельности. Но мы бы хотели, чтобы туда внесли психологическую тоже помощь. В то время, когда женщина вместе со своими детьми пребывает у вас в кредитном центре, она также работает, развивается, дети также посещают школу? Да, все так же происходит. Это все так же, как и дома. Ты живешь, как и у себя дома. Но здесь меняются просто координаты. Например, детский сад, может поменяться адрес, потом школа. Также нашим партнерам, я хочу прямо выразить благодарность, это первые субъекты профилактики бытового насилия, это полиция, здравоохранение, образование и социальная защита. И уже на протяжении 10 лет это все мы прошли, проработали, и теперь по нашему ходатайству, нашему письму, ребенок переводится в другую школу временно. Или в детский сад, детское учреждение. Даже вот они нам оказывают помощь в устройстве детей, в детские сады обустройства. За этот период, как женщина пребывает у вас в кризисном центре, посещают ли их супруги? Все равно находят, наверное, как-то какими-то методами. Все же они приходят к вам в этом же агрессивном состоянии, со словами, почему ты ушла от меня, что ты здесь делаешь, либо уже более-менее в осознанном. В моей практике всегда один и тот же механизм. Вначале с агрессией. Что за шарашкина контора? Так и называют. А может быть, у вас это какой-то притон? А может быть, это обычное обливание грязью? И так далее. Я не позволю. Ты в таком кризисном центре. Это позор, яд. Ты вот так вот сделай, так. Кто знает, чем ты здесь занимаешься. А потом уже, смотря, как идет работа, как женщина себя ведет, как с детьми там происходит, что он это видит, не зная, что у него происходит там в сознании, появляются перемены. Он начинает просить встретиться еще раз, скучает, оценивает, что без семьи все-таки как-то плохо, как-то его все бросили, как он чувствует себя виноватым и так далее. И вот здесь вот по одному механизму происходят вот эти перемены. В конце концов, ну, у нас не все, конечно, там приходили. Да, вы правильно сказали? Те, кто уже узнал как-то адрес, или женщина сказала, ну, там, проговорилась и так далее, или какие-то знакомые сказали. Бывали случаи, когда они по телефону ищут, через родителей своих. У вас такая-то есть, вам такая женщина обратилась, но мы никогда не даем им такую информацию. А потом, когда вот они вот уже узнают то, что она в кризисном центре, по ходу такого механизма прохождения, у него у самого происходит изменение. И потом он уже сам просит воссоединения или медиации, семейной медиации, где они могут пройти. Ну, в таком случае мы всегда, при воссоединении, мы всегда просим, чтобы мужчина, не хочу говорить насильник, мужчина, муж, супруг прошел психологическую консультацию у нашего психолога. Уважаемые спикеры, к сожалению, вот так вот быстро уже заканчивается наша программа, до конца которой остается несколько минут. Вот, воспользовавшись сегодняшним эфиром, что бы вы пожелали Аксауле Лукпановне? Можно я добавлю? Да, у нас есть единый государственный номер 111, она открылась. Многие не знают, 111 работает круглосуточно, на бесплатной основе, и там 100% кофе-инциальной информации. И у нас идет обратная связь. 111 единый государственный контактный центр, она не подчиняется МВД, она отдельно работает, но тесно связана с департаментом полиции. Если туда звонок поступает, сразу к нам. И наши инспекторы насчет кризисного центра тоже помещаются в кризисный центр. Сопровождают. То есть в сотрудничестве. Да, в сотрудничестве. И что еще могу добавить? Все. Пожелания. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Чтобы было меньше семейно-бытовых нарушений. Рэйхандулайна, что вы скажете, подытоживая программу? Что мы против насилия. Никто, наверное, не пожелает это никому и не хочет оказаться в этой ситуации. И однако это еще существует. И, конечно, чтобы это было меньше. И закончить словами тем, что скоро у нас акция ежегодная. 16 дней без насилия. Под лозунгом «Счастливая семья – счастливая страна». Ну, больше мне нечего сказать. Если будет счастливая семья, конечно же, будет счастливая страна. Спасибо. Номера кол-центров, пожалуйста. Какие номера? 8-778-559-64-63. Это наш постоянный круглосуточный телефон доверия. Спасибо вам большое, дорогие спикеры, что были в сегодняшнем эфире программы «Есть что сказать». Несмотря на то, что вы женщины, защищаете женщин, работаете тесно, друг с другом сотрудничаете. Желаю удачи, процветания вам в работе. Пусть как можно меньше страдают женщины, детей от бытового насилия. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшний эфир программы «Есть что сказать» подошел к концу. Я и вам желаю всего самого доброго. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова